Ну, есть вопрос, спрашивают о том, что в последнее время очень много все-таки исторических фильмов и событий, и тогда и так далее приводится, ну, спрашивают, почему такие произведения пользуются успехом? Ну, здесь, раз, очень хороший вопрос, потому что, действительно, это очень важное понимание, потому что современная версия истории трещит на всем шпан, это неудобно объяснить, да? Как помните, я, так сказать, сегодня давно сообщили, что, так сказать, ремская волчица, это не первый век статуировства, знал, а 13 век установили. В 13 веке, да, действительно, ее установили, ну, не в первом веке нашей эры, иначе вся история об этом, как все это было, это полная сказка, легенда. То есть, это не история, это легенда, придумана для того, чтобы строить реальную историю. И такие факты можно продолжать дальше и дальше и дальше, насчет Помпеи мы уже говорили, я его слышал тоже, мы даже можем продолжать бесконечности этих фактов, которые показывают, что современная история, так сказать, она полностью фикса создана в начале 19 века, неплохо. Не позже, не раньше, она, например, раньше, чуть-чуть, чуть-чуть, но та версия, которую нам сегодня рассказывали везде, в начале 19 века, после 1775 года, когда была уничтожена полностью уже империя, в Идийской империи, на территории Западной Сибири, Дальнего Востока и так далее. После этого мы уничтожили, до этого не посмели, потому что, опять-таки, я уже говорил и показывал, что у меня есть первый издание Бетанской энциклопедии, первый издание Бетанской энциклопедии, 1771 года, где самая большая страна мира, Великая Татария, которая начинается от Урала и сейчас большая часть Америки тоже. Но уже во втором издании Бетанской энциклопедии, о том, что это самая большая страна мира и так далее, вообще ничего с Бой стороны нет вообще. И нигде не поминается, что у нас существовало. Забавно, да? Почему? Потому что до этого, пока она существовала, социальные паразиты не могли навязать миру вот ту версию, которую мы сейчас с вами имеем. А теперь вопрос, почему существуют такие лжи псевдоисторические? А очень просто. Потому что социальным паразитам сейчас очень выгодно. Вот пока не возникло правильного понимания всего, подсунь десяток переверсил полуфальшивых. Ведь самая лучшая ложь это полупраздник, вы знаете, так? Честная правда, а вокруг нее накрученная ложь. Так вот, то же самое здесь. Забить все, так сказать, возможные ниши лживым вариантом. Для того, чтобы человек запутался, или как многие, я уже читал это. Ах, я это читал, мне в закон. А это совсем не то, что они понимают, что прочитал по шиву, где все извращено. Но вот я, допустим, сначала я очень сильно обрадовался, когда повесть книги, в момент Коносовского, ну да, они такие, встречали, больше всего. Обрадовался и обрался, почему я не знаю, это первый, кто действительно показывали в своей книге оригиналы тех источников, которые не ссылаются. Но потом у меня получилось разочарование. Почему? Потому что они приводят оригиналы, или тоже все оригиналы, потому что если, очень часто, якобы такого-то века, якобы такого-то времени, якобы тем-то, тем-то сделано. Вопрос. Зачем вы используете то, что вы не знаете точно, что есть? Вы сначала выясните, а потом используете. Они это не делают. На самом деле, что то, что они, так сказать, дают совершенно неправильную интерпретацию тех фактов, которые в самом деле, как реальные факты, берут реальные факты и интерпретируют совершенно неправильно. То есть, да, существуют хронологические дырки. Они обнаружили, что, в принципе, исторические события, они просто вариации одного-другого события, чуть меняются, не надо, и так далее, заполняются дырки и так далее. Они там обнаружили, но они пошли дальше. Вместо того, чтобы понять, почему и зачем, и кто это делал, они делают, что? А, никакой истории вообще не было? Это было искусство, взяли просто, переделали и заполнили дырки, чтобы удлинить историю человечества, как они написали. Но это полный абсурд. Почему? Они взяли одну версию и даже не проработали другой версии, что, может быть, не удлинение версии кто-то делал, а просто пытались заполнить бреши, которые возникли, когда прошивая история возникла. Нужно было заполнить то, что реальное событие, нужно было заполнить информацию о Римской империи, которой никогда не было, в других странах. Город Рим был, вот, а старый еще город Рим был, да? И вокруг него накрутили Римскую империю. Ну, это полный дозыц. И так далее, понимаете? Поэтому, когда сейчас все это видит уже татары, куда оно должно было давно полететь, опа, и двойные сутки, татары, это татари, как татарцы, вы понимаете, да? Вот, но для того, чтобы не допустить этого, опять подсовывают полуправду. Подсовывают версии, которые уже содержат больше писем информации, но, опять-таки, заполнить капитацию фальшивыми. Опять-таки, для чего? Для того, чтобы вместо одной фальшивки навязать другую. Потому что всех нас с вами считают барановыми, идиотами. Что мы слушаем любую фальшивку. Ну, я с этим не согласен. Надеюсь, мы тоже. Вот, поэтому, самое смешное, знаете, что я это читал? Типа, сначала, потому что на Исовской померке. Сначала они накрутили, что вот, типа, Иисус Христос, только он называли, что он был в один из семейских, что действительно правда. Вот, и вот они нашли действительно интересный вариант, и дали такие ощущения, и у них я только раз обнаружил, что они исследовали, что солнце затмение и землетрясение действительно факт очень любопытный, и это действительно уникальное событие, и оно произошло именно на территории современной Турции, Кансенополь, то есть сейчас-таки Стамбул. Все события происходят. Это действительно так и есть. Но в следующих они уже начинают вести ахинею. И знаете, какой ахинею? Объясню. Вот, сначала они говорили, что вот, взяли по хресте, который Христос родился, он всегда появился, в Библии есть. И вот они говорят, вот, да, мы сначала использовали легенды, которые в народах Китая, там, и так далее, в разных народах легенда о появлении кометы на небе. Но комета, не комета, взрывшись как новой, вот мы рассчитали с помощью скорости света 304 метра в секунду, хотя уже дано и ясно, что скорость 304 метра в секунду не является, так говорится, постоянной, и не является максимальной. Уже известно, но они это забыли почему-то сообщить, и рассчитали тогда. Но вопрос хорошо. Я согласен, что, допустим, древние китайцы, там и другие персы, и европейцы, допустим, и негитяне, не знали о, допустим, скорости света, к примеру, да? Но, хотя бы подумать следующее. Если в столь отдаленных, не связанных между собой местах, возникают легенды, даже если в один тот же день, так сказать, год, месяц, ну, если это висит, и не системы измерений, как же это может быть фальшивкой? Ведь те, в то время, люди посмотрели, что-то на небе летит, но они записали. А это на лампочке. С какой, какой галактики, взорвался стих новый. Когда это пропонит, то, что видят, то описали. И если это не в одном месте, а в разных местах, и, так же действием всему, совпадают полностью, то это не может быть никакой неточностью, фальшивкой. Но они почему-то не подумали, хотя это в лампочке, правильно? Потому что человеку в того времени было до лампочки о том, что какие там законы космоса, они видят, то, что видят, то, что отражают. Но сейчас, с научной точки зрения, упадают, что это не может быть, и приносит еще на несколько сотен лет. Потому что если считать по такой-то формуле, то они могли видеть не тогда-то, а вот тогда-то. И плевать ему на то, что люди видели на 200 лет раньше. Главное, что наука, они не могли видеть 200 лет раньше. Забавно? Но вот, к сожалению, в детстве мира науки. И таких фактов много. И создается для того, чтобы действительно дезориентировать людей, чтобы заставить людей, разумеется, во что. То есть, знаете, должны такие цели создать десятки. Вот ему сказали, когда я был в армии, ну, я слушал официального войска, РЭ, ради авторной борьбы, так вот, то, что мои части должны создавать, это, знаете ли, среди, вражеский самолет, он доводится по цели, так сказать, электронно. А вот если создать вместо одной цели, сотню с целей, уже капитал не сможет выбрать среди, так сказать, сотни больших целей одну правильную. И поэтому самолет, за это время прилетали на месте, не сможет сбросить пол, и так далее, и так далее. Вот эта цель, одна из вариантов радиоактивной борьбы, так говоря, числи. Так вот, то же самое здесь. Создать сотню вариантов ложной цели, чтобы никто никогда не смогу докопаться за то, что на самом деле было. Вот задача, которая стоит, вот почему таких дней получаются огромные тиража, никто их не саботирует, ничего подобного. Так что вот такие задачи и такие проблемы. Поэтому можно с этим бороться, и нужно выпускать, действительно, фильмов много, и документальных, и документальных, реальных событий. Мы думаем, скоро это будет тоже начинаться происходить. И не без участия наших с нами движения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова